Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшняя лекция посвящена питанию детей в лечебно-профилактических учреждениях. Питание разделяется на два – вскармливание детей первого года жизни и после первого года жизни. Виды вскармливания детей до первого года жизни – это грудное или естественное, искусственное и смешанное вскармливание. Естественное вскармливание считается приоритетным. Это вскармливание ребенка первого года жизни грудным молоком. Молоко матери – самый ценный и незаменимый продукт питания детей первых месяцев жизни, так как оно отвечает всем потребностям ребенка и содержит все необходимое для его успешного развития. Но для успешного естественного вскармливания должны быть соблюдены следующие правила. Перед кормлением мать должна вымыть руки, желательно обмыть грудь к печеной водой, стыдить несколько капель молока, только потом приложить ребенка в грудь, принять удобное положение для кормления, сидя или полусидя, соблюдать правильную технику прикладывания. Продолжительность кормления не должна превышать 20 минут, но и не быть менее 10 минут. Если после кормления у матери остается молоко, то его остатки сцеживают в стерильную посуду. А для профилактики образования трещин и мацерации садков, после кормления обмывают грудь теплой водой и высушивают чистой пеленкой или салфеткой. На данном слайде вы можете видеть правильную технику прикладывания грудью. Ребенок должен захватывать не только сосок, но и часть ореола. Оно с ребенка должен быть свободным. Встармивание недоношено. Здесь все зависит от наличия глотательного и сосательного рефлексов. Если эти рефлексы выражены, то можно прикладывать ребенка к груди. А если нет, то используются различные методики. Например, вскармливание при помощи шприца или при помощи назогастрального зонда. Зонд при этом может быть вставлен или в носовую полость, или в ротовую полость. При необходимости грудное молоко может быть сцежено. При этом оно может храниться в холодильнике при температуре не выше 4 градусов до 2 суток и в морозильной камере до 3 месяцев. Но преимущество, конечно, отдается свежему грудному молоку. В некоторых случаях имеются противопоказания грудному вскармливанию, которые разделяются на две группы. Противопоказания со стороны матери и со стороны ребенка. Со стороны ребенка это врожденные заболевания обмена веществ, такие как пенилхитонурия, галактоземия, болезнь мочи с запахом кленового сиропа и некоторые другие. В данном случае необходимо вскармливание ребенка лечебными специальными смесами. Со стороны матери это состояние декомпенсации при хронических заболеваниях сердца, печени и почек, острые психические заболевания, злокачественные новообразования, открытая форма туберкулеза с бацилловоделением и ВИЧ-инфекция. В этих случаях ребенок также переводится на искусственное вскармливание и вскармливается адаптированными смесями. Искусственное вскармливание это такой вид вскармливания, когда ребенок на первом году жизни получает вместо грудного молока молочной смеси. В настоящее время при искусственном вскармливании используются адаптированные и высоко адаптированные молочные смеси. Если при естественном вскармливании частота кормления зависит от потребности ребенка, то при искусственном вскармливании она определяется нами. Так, до 2 месяцев ребенка кормят 7 раз каждые 3 часа, с 2 до 4 месяцев 6 раз каждые 3,5 часа, с 4 месяцев и старше 5 раз каждые 4 часа. На данном слайде вы можете видеть широкий ассортимент современных искусственных смесей, которые используются при искусственном вскармливании ребенка. Это смеси для здоровых детей и лечебные смеси. Выбор смеси зависит от возраста, от состояния ребенка, от наличия или отсутствия той или иной патологии и заболеваний и определяется лечащим врачом. Смешанное вскармливание. Это такое вскармливание, когда ребенок наряду с грудным молоком получает и молочные смеси. Наиболее частым показанием к переводу ребенка на смешанное вскармливание является гипогалактия. В качестве докорма используются также адаптированные молочные смеси. Эффективность искусственного вскармливания зависит от строгого соблюдения некоторых правил. Смесь должна быть подобрета до 37-40 градусов. Соска и бутылочки должны быть стерильными. Молоко из соски должно вытекать каплями, чтобы ребенок выпивал свою порцию за 15-20 минут. Горлышко бутылки должно быть заполнено смесью. Кормят ребенка из бутылочки либо на руках, придавая ему положение, как при кормлении грудью, либо лежа на боку с подложенной под голову небольшой подушечкой. После кормления ребенка надо несколько минут подержать в вертикальном положении для отхождения воздуха. Независимо от количества грудного молока у матери, в 6 месяцев ребенок должен получать прикорм в виде продуктов растительного и животного происхождения. Всего прикормов 3. В качестве первого прикорма в возрасте 6 месяцев ребенку дают овощное пюре. В 7 месяцев начинают второй прикорм – кашу. При этом вводят сначала гречневую, рисовую или кукурузной каши из соответствующей муки на половинном молоке. Остальные виды круп рекомендуется давать после одного года. И с 8 месяцев вводят третье блюдо прикорма – это кисломолочные продукты – кефир, творог, сыр и т.д. После года сохраняется необходимость чижения пищеварительного тракта, строгий контроль качества продуктов и их кулинарная обработка. Рекомендуется ежедневно употреблять молоко, мясо, масло, хлеб, сахар и соль. Один раз в 2-4 дня – рыбу, творог и яйца. Количество животного белка в 1-3 года составляет 75%, в 4-6 лет – 65%, а старше с теми лет – 50% отсуточного количества белка. Растительное масло составляет 10-15% отсуточного количества жира. Такие продукты, как мясо, рыба, бобовый, рекомендуется в первой половине дня. А на ужин можно использовать крупы, творог, овощи. Суточный объем пищи рассчитывается по формуле 1000 плюс 100 умножить на N в миллилитрах, где N – число лет. Например, если ребенку 5 лет, 1000 плюс 100 умноженное на 5 – полтора литра – суточный объем пищи для пятилетнего ребенка. Объем и колораж пищи в течение дня на втором году жизни распределяется равномерно. С третьего года – 25% на завтрак, 35-40% на обед, 10% на полдник и 20-25% на ужин. На данном слайде вы можете видеть примерное меню блюда для питания детей после года. Водный рацион – потребность в воде на килограмм в сутки постепенно снижается от срождения и далее. Как новорожденный – 100-150 мл на килограмм в сутки потребность в воде. В 5 лет – 115-125 мл на килограмм, а в 15 лет – 50-60 мл на килограмм в сутки. Потери воды при дыхании с поверхности кожи через пот и с мочой и калом. Несмотря на это, ребенок, находящийся на естественном скармливании, не допаивается. Показания к допаиванию – это искусственное скармливание, лихорадка, диарея и рвота. Питание детей в больнице. Здесь придерживаются определенных указаний и правил. Составляется семидневное меню по основным диетам. Имеется врач-диетолог, который осуществляет руководство лечебным питанием. Необходимую диету пациенту назначает лечащий врач. Все это фиксируется в порционике. Число больных распределение по диетам, которые составляет старшая медицинская сестра. Ежедневно до 13 часов порционик должен быть сдан на кухню. Дежурный врач осуществляет контроль снятия суточных проб и брокераж. Раздача пищи должна производиться не позднее двух часов с момента ее приготовления. На данном слайде вы можете видеть порционник. Порционник с указанием количества больных, с указанием диет и так далее. Подписанный заведующим отделением и старшей медсестрой. Для некоторых детей требуются определенные диеты или лечебные столы. Диета – это рацион питания человека, предусматривающий определенные количественные и качественные соотношения пищевых веществ и продуктов, а также способы их кулинарной обработки. Для удобства мы используем специальную таблицу столы по Певзнеру. Это 15 столов, причем 15-й стол – это питание ребенка, общий стол соответствующего возраста. А остальные столы – лечебные, которые мы используем при различных заболеваниях. Например, диета номер 1 используется при язвенной болезни желудка и гиперооцидных гастритах. Диета номер 2 – при гипооцидных состояниях. 3 – стол 3 – при запорах. Диета номер 7 – при острых и хронических нитритах. Диета номер 8 – при ожирении. Диета номер 10 – при заболеваниях сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения и так далее. Спасибо за внимание.